Всем привет! Сегодня я хочу показать вам макияж глаз Smoky Eyes. Сейчас наступила такая мрачная холодная погода и мне кажется Smoky Eyes как раз будут в тему. Хотя в принципе Smoky Eyes всегда в тему. Давайте начнем! Первым делом я использую черный карандаш от Lancome. В принципе можно использовать любой черный карандаш. Если вы хотите Smoky Eyes чуть-чуть светлей или не такими просто яркими и выделяющимися, можно использовать, я думаю, такой темно-серый в таких тонах карандаши. Мне кажется, сразу будет эффект немножко другой, немножко более дневной. Этот макияж такой более вечерний, яркий. Можно на вечеринку или в принципе, если днем с таким макияжем выйти, мне кажется, можно надеть какое-нибудь такое элегантное черное платье или черную кожанку. Тоже, думаю, будет неплохо смотреться. Вот, и у меня такой глубокий черный цвет. Я подвожу нижний век от тонкой линии. Вот теперь то же самое на верхнем веке рисуем стрелочку. С макияж, мне кажется, это самый такой распространенный и постребованный макияж. Потому что он действительно смотрится очень загадочно и красиво. В принципе, я буду использовать серовную подводку, чтобы больше было эффекта растушевки, так как смакияж это в основном дело растушевки. и водную линию. Не забываем. Это уж точно просто макияж. Подвести черным в водную линию. Макияж, конечно, этот очень красивый, но как-то не сильно комфортно ходить, когда... Лично мне не очень нравится, когда что-то новое в водной линии нанесено, скажем так. В принципе, сейчас девушки как-то собираются очень по-разному. Некоторые вообще не носят макияж, некоторые наносят полный мейкап. Но многие, в основном, это, наверное, больше половины, те, которые частично наносят макияж. Или используют такое маскировочное средство, если какие-то проблемы с кожей. Сейчас, кстати, очень, конечно, распространено. Это татуаж, допустим, татуаж бровей, татуаж губ, стрелки набитые. Ну, это, конечно, очень удобно и очень экономит время. Так как можно, в принципе, встать, накрасить губы. И, в принципе, можно и губы не красить, и ресницы тоже сейчас нарощенные делают. Как свои. В принципе, встал и пошел. Конечно, носить макияж или нет, зависит еще от времени, а еще больше от желания. В принципе, с этим мы закончили. Приступаем. Я думаю, к теням. На уголок, внутренний уголок глаза я нанесу хайлайтер. Только, в принципе, такие же светлые тени от Catrice. В принципе, с этими тенями, с этим хайлайтером. Все. Приступим. Я буду делать макияж в таких болотно-зеленых оттенках. Это тени от L'Oreal. 305 номер в смоке. В принципе, черная это уже такая, не то, что избитая, это, конечно, классика, но мне хочется что-то такое новенькое. Наносим полностью на века. Потому что в подростковом возрасте, конечно, макияж это было что-то с чем-то. Ну, лично у меня это черные, черные тени и снизу, и сверху, и везде, где только можно. Без разницы было, иду я просто в магазин или с подружками куда-то гулять. Макияж должен быть всегда по полной. Но, в принципе, в то же время можно было выкинуть и вообще без макияжа. В школу, конечно, практически без макияжа и приходилось ходить. На нижнее веко тоже наносим тени растушевываю. В принципе, практически готово. Теперь осталась тушь. Тушь, в принципе, наносим, как обычно. Тушь у меня вот Глэмби. В принципе, для такого яркого макияжа глаз можно использовать нидовую помаду для губ, но я решила использовать сегодня красную. В принципе, это только правило. Мне кажется, что каждый друг может делать так, как ему больше нравится. У каждого свой стиль и то же самое нанесение макияжа. В принципе, практически готово. Но занимает достаточно много времени этот макияж. Потому что он многоэтапный. Я знаю, многие девчонки могут сказать, я просто могу накрасить ресницы и выйти. Им, в принципе, это идет. Это классно. Но вот в моем случае я должна сделать стрелочку или хотя бы подвести глаза темными тенями, чтобы появился акцент. Ну, стрелочка, это, конечно, вообще супер. Когда я только начинала краситься, я подобрала себе темные тени, таких коричневых оттенков, и подводила верхнее и нижнее века, растушевывала все. было красивенько, нежненько, как раз в школу или на учебу. Вот. Но однажды я увидела в журнале вот эту вот шикарную стрелку. Думаю, боже мой, как ее сделать? Это практически нереально все. Но потом я купила все-таки подводку. Думаю, даже я попробую, может что-то получится. И в принципе получилось. Я, конечно, очень удивилась. Даже подружка ко мне пришла, говорит, нифига себе, что это. Как ты сделала. Ее очень понравилось. Она тоже купила себе подводку. И так мы начали краситься подводкой тоже. Вот такой вот получился макияж. В принципе, это, конечно, вечерний макияж. И делать его достаточно долго. Но я считаю, он должен быть все равно. Это такое разнообразие макияжей. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.